я думал все будет немного круче мы сделаем татуировки друг другу включим металличек какой-то рок как минимум и сядем такие все бутылки нам выдали шапочку я сейчас нахожу как диппе все погнали все-все к лицу есть все шлемы подходят шапки шляпа шапочки шляпы кепки все панамки все подходит все мы короче сейчас будем делать структаж дождь закончился дождь был только над нашим отелем больше нигде буквально 10 минут пока что солнца нету в любом случае ты так вообще просто чудо спресс стой стой просто все 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 на английском и будет целая колонна и протягиваю все на английском я ничего не понимаю что-то она болтала-болтала по-английски мы только все что мы поняли что кто вегетарианец и типа что не надо селфи делать за рулем а типа держитесь двумя руками за руль потому что если ваша команда полетит партнеров за голову это будет нехорошо вот наши короче целая банда кодроциклы большие огромные нам надо наверное занять один кейса наш какой-то самый занюханный короче кися как ты будешь сидеть если у меня рюкзак будет а кто его день ты а снимать вообще так снимаем рюкзак подержите крышку так он такой конечно под уставший мне вообще погонять кисер погнали сонтом и погнали а шик а а и и и и и и и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Подпишите, хотят тоже видеть как видимости курицы Умммммммммммммммммммммммммммммммм Он жил кумолу Это рыба под названием Рыба-бомба А? Бомба-ракета Рыба-бомба-ракета Ты мне уже дашь поесть или не дать? Что-то думает, кричит, что это не ошибается. Выключай. Что нам сейчас мысли? Мы принесли сейчас салатик. Мы вовремя зарулили. Сколько блюд? Печеский салат. Ира говорит, что это. Но я говорю, что это салат, да. А Ира говорит, что это салат. Нет, но это салат. Это салатик. Очень вовремя пришли. Ну как тебе? Вкусно? Вкусно? Что это было, хлебушек? Ну как, хлебушек. Ну, я помню. Мы сердечко избегали, избегали на местной кофейне. Ну их тут много. Особенно какая-то двери понравилась. Мы все ходили-ходили. У них сладости такие интересные. Нас сильно кормят на убой в отеле. Поэтому... Ну, здесь у них так все бывает. Уютно, гемютно. Вот мы решили зайти кофе-копье попить. И прямо приятно удивлены. За это заплатили 6 евро. Это что-то типа того. И так красиво. Все выглядит. Да, Кисть? Прикольно. Прикольно. И что? Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, не договорил Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот в этих зазывалах Невозможно ходить по этой променаде вдоль пляжей Потому что тут сплошные рестораны Потому что в каждом ресторане свой зазывало И это просто Ты не хочешь как-бы в фрек быть таким невежливым И ты как бы идешь всем улыбаешься Ты на в отпуске ночели А они все тебя тащат Зайди сюда Залю по-английски Зайди сюда Залю по-английски, по-немецки такой меня давай там куда-то в охапку охапывать типа давай иди сюда в брус браза очень реально хотелось погулять иногда на этой променаде но из этих зазывал просто мне старались быть другими улицами потому что я не против вообще ресторанов все остальное так как нас кормили на полбой просто в нашем отеле в нашем ресторане уже было не до еды ну как-то очень навязчиво мы сначала такие ой какой сервис как вы все добродушные жевательные улыбчивые да и так но постепенно это начало уже действовать для них это даже не минус просто не обращая внимание а так вообще значит не знаю что я еще не хочу сделать там жить шубы у нас я говорил здесь я жил в Одессе и предлагаю черноморскую гривенку вареную брусу а здесь вчера ходил и мужик предлагал шубы это что лежала семья с Украиной они по-утаински болтали и к ним вот этот дядька такой подходит я слышу вы по-русски говорите он же не понимает не различает украинские русского ну грех и он по-русски спрашивает я слышу вы по-русски говорите я не знаю что ему закончилось он им дал визитку и такое типа мы продаем шубы предлагаем шубы захотите все вообще супер предложение а мы рядом лежали сразу морду кирпичем типа мы не понимаем не говорить по-русски сразу такие на случай если он подойдет но он к нам не подошел ира хотела шубку но почему-то сразу мне сказала тише не говори по-русски чтобы он носки спалил но очень хотелось ей шубку вот такой вот а дальше чтобы я сам к нему подошел и сказал в жанру дай мне шубу вот этой вот вот этой моей девушке моей любимой вот этой вот моей любимой девушке и рюшки шубу мне самую лучшую самую дорогую и давай без этих вступлений и мы тоже будем здесь туда на пляж короче вчера еще пошли еще вечером послушать там была живая музыка пацаны с девчонками играли прекрасно ели прекрасно великолепно сзади русские опять же орали прекрасно все потом они ушли и вообще мы просто наслаждались и первый вечер когда мы заказали коктейли алкогольные так вообще еще не видели но как-то вот отпуск без коктейлей как не отпуск ну такой ясный ценный там все 9-10 евро за один я такой ну нормально евро такая да ну это дорого я говорю да давай выпьем все-таки последний день взяли бы эти коктейли все шикарные коктейли я такой чек еще взял томас Рюк бляд 20 евро за два коктейля короче это был случай когда из той оперы когда для мотоцикла 2 по 80 нормальная цена а 160 это дорого таки я два коктейля по 10 ну нормально чё блин ну 20 евро это очень дорого что за нафиг ну это апгекат то есть это гештальт закрыли вообще раз коктейлями то есть в отпуске все приличные даже трезвые язвы для отдыхающих отпускники должны выпить по коктейлям это традиция сейчас вспомню расскажу еще лучше что-то посмотрим погода погода вообще вода шикарная вода драться в 19-20 идеально просто никто не купается мне кажется мне кажется на озе у нас больше людей зимой купается чем здесь весной уже лето фактически послезавтра пара человек вносить пару камушков боже вам никто не купается я такой хочется подальше заплыть а так как ты один если кто-то еще рядом ты вообще без проблем когда ты один забываешь за буем уже начинают беречься акулы вести такой на дно высоте а что там темное такое а вдруг сейчас акула проплывет я их боюсь до чертиков просто этих акул и такой не ладно их стопудово здесь нет такая измена сам себе придумаешь и такой не ладно поплывал обратно я бы с удовольствием реально вот до того дальнего розового воду плавал бы вообще на езжу у меня все время здесь акулы мерещатся короче я все хотел все про квадроциклы рассказать пару слов это было просто незабываемо реально бомба вот во всем прямо это все было какое-то обвинь то я сплошное приключение начиная с того что забегаем вперед я там еще на русскую тетку бочку катил в фейсбуке которая нам продала экскурсию ничего она нас не натянуло просто я везде и во всех во всем вижу подвох и никому не доверяю просто с нами были экскурсию делали наши соседи и они в автобусе почему-то платили 30 евро я подумал что это половина суммы соответственно их не экскурсия стоила 60 с нас взяли 90 потом я у них спросил по соседям а не дух суммы заплатили 90 за этот курс и в общем все по чесноку вообще не надурило не натянуло на нас вот такая вот у меня мерзкая отличность во всех видеть все сначала по плохую сторону даже не видеть а придумать ее самому вот поэтому женя которые если ты смотришь это видео вообще к тебе никаких претензий кроме как можно болтать чуть поменьше а в целом супер спасибо за за экскурсию да так следующее квадроцикл это было супер первый мы нас забрали на автобусе привезли туда на базу там была куча народу одни ездили на баги одна одна компания а другие мы на квадроциклах у нас было 11 квадроциклах и два человек и 22 человека нам просто сказали дали шлем и сказали типа ну по коням ну какой то лист рука что вели там на английском мы вообще ни слова не поняли и типа поехали вот мы подошли каждый себе в руку мы сели крыш зажигание блин я вообще никогда не ездил на квадроцикле я последний раз на мотоцикле 18 лет все у меня опыта но я вообще не понимаю как он включается каким управлять она подошла так вот здесь газ вот здесь в сторону все поняли понял все не могу завести она опять подошла вот так вот здесь вот так завести вот так все ладно понял окей вводим поехали блин я себе вообще это по-другому представлял я думал это наизе мотоцикл вот так крутишь там руль без сервы без гидравлики он тяжелый и тяжеленный это сама бандура весит через два человека это все трудно поворачивать ты не знаешь насколько резко можно поворачивать чтобы не перекинуться короче я такой давай тупить смотрю все так резво что меня мотивировало что ехали садить девчонки какие-то малолетние вообще управляли ехали вдвоем потом какие-то бабы престарелые уже в возрасте и это меня мотивировало я такой блин ты должен и мы едем и я начинаю отставать и отставать он такой они начинают нервничать там впереди ведущий сзади замыкающий ну из этой конторы фирмы тоже на у нас стресс проблемы я такой да нет вроде бы пока еще а сам не могу понять как я управлять ну как я еду ну туплю явно ну как это первые полчаса наверное потупил потом уже как бы уже понял его габариты как он управляется как насколько можно поворачивать он конечно это уже старый уже он такой ну короче управлять им тоже непросто я вам скажу я себе это по-другому представил намного проще это такая фигня которую не так уж просто управлять дежурную труб и что еще я хочу сказать мы так и вдвоем на адреналине все я вроде понял как им управлять ну ты сбрасываешь газ он как бы ну замедляется газ чуть-чуть даешь он такой прямо вылетает под тебя и к этому привыкнуть как тяжело плюс тормоза ножной вообще отсутствует типа типа она говорит вот ножны можно тормозить его вообще нету ручным он такой тоже где-то сильно-сильно давить чтобы он начал тормозить да да это следующий момент это пропало мы там проехали минут 15 по дорогам по городу за городом и тоже там как бы феркер там как бы машины их надо пропускать и там где-то ну просто едешь колонны никого не пропускаешь фиг с ним ладно и тут пошла вообще такие они вы поехали за город по полям этим оливковым и там как короче такие подъемы спуски ямы камни реально такая бездорожье такое жесткое потому что кажется что сейчас мы просто перекинется перевернемся надо учитывать что мы едем 15 минут я первый раз на этом квадроцикле просто такой в панике легкой такой я смотрю опять же все едут я такой нифига себе тут реально настоящая сафари и это все просто неожиданно без подготовки без опыта и потом мы дальше едем поехали в горы выехали с этих вот бездорожье поехали в горы в горах прямо такой серпантин жесткий там машины автобусы, ЛКВС, обосвалки все такие обычные транспорт ездят и эти прямо извилистые такие вот дороги по горам и ты на квадроцикле ты ездишь первые полчаса вообще своей жизни одно неверное движение и ты улетел туда в кювет просто упал с этой горы к чертовой матери метров 200 я не знаю с какой они там высотой я не знаю с какой они там высотой я не знаю какой они высотой то есть это в Германии как мы привыкли что там в первую очередь безопасность тебе проведут там миллионы инструктажей ты там подпишешься распишешься что они за тебя никакой ответственности не несет и там если ты упал с обрыва то я типа зельбе шут сам виноват расставят все разграничат флажками где можно где нельзя пристегнут тебя тремя ремнями все на свете здесь просто дали тебе шлем погнали в горы мне очень это все нравилось мне нравился этот подход вообще настоящая сафари но я просто был немного в шоке мы вдвоем были от этого немного в шоке они такие да ладно а что так можно было а что так бывает вообще что просто просто на тебе вот квадроцикл давай деньги и погнали какими-то дорогами какими пыльными я уже закрыл это стекло шлема потому что пыль еще у вас такая как мы ехали сзади колонии не самые последние ну там третий с конца все это пыль который поднимали впереди идущие она вся на нас осыпала мы приехали полностью я еще такой фраер весь такой беленький шортик в беленькой футболочке типа мы же в отпуске приехал весь такой желтый все в пыли такие вообще было незабываемо я это буду помнить поездку всю жизнь короче а еще мы когда ехали утром туда когда нас всех собирали все такие выносы трюк в черных футболках все такие экипированные в шортах хаки а мы такие туристы в белых шортиках все на изю ля ля короче мы были все полностью столкновенные в этой пыли просто незабываемое единственное что по-английски все это экскурсоводы греки но они по-английски болтали с нами итальянцы ехали еще кто-то англичане они все английский знают мы немецкий и русский я в школе учил испанский английский ни одного слова Ира учила в школе немецкий тоже с английским только дуалинго в общем это караул повез у нас в монастырь какой-то в горах там потом повезли нас на фабрику оливковое масло не знаю потом в этом монастыре он нам показывал там эти все травы которые вот все используют они греки и вообще весь мир вот эти средиземноморские травы они все там просто вот так вот растут он любую вот срывает это типа оригами вот эту лучше не есть отравить вот это вот для этого салат просто уберет это срывает и все они там просто вот так растут вот начинают удивительные вообще было супер говори давай говорим нет я хочу на камеру нет я буду всё целовать на камеру всё зацеловать на камеру чё что ещё было? какая уль? чё ты по гавкиваешь как-то улья какой-то нет виды там были просто мы ездили точно камера не дабы ущелье мы прямо ехали за ущелье такого я только себя ущелье было просто дуб за фон ехали я не верил своим глазам еще что мы едем на квадроцикле по этому ущелью где-то на каком-то острове в средиземном море и такое ущипните меня периодически знаешь такое да ладно церковь тоже мы не поняли он по-английски болтает я смотрю все женщины заходят на нее а ира что-то шла там что фотографирует цветочки бабочки я говорю иди там вот вроде всех женщин туда только женщины почему-то заходит и разошла и он такой дым в этот колокол там колокол одними прямо висит над этими всеми женщины внутри за веревку дернул короче как потом мы поняли что это вот если кто-то не может забеременеть то они заходили туда просили молились и типа было им вот благословим так что вот так вот и грамм шуи нам почистили обувь но это так потом мы когда приехали он там сжатым воздухом каждому каждому обувь продула такого песка вот этой пыли в таверну мы заезжали там нас накормили да такой шашлычок картошечка социки вкусно очень на пляж мы еще заезжали тоже пляж пустынный шикарный песочные камней никаких на дне просто просто какая-то сказка реально сейчас вот конец мая людей немного по-видимому и везде такие пляжи пустынные и так сам все еще мы ездили делали эту флюк экскурсию на спиноломбе остров остров вот значит его можно и вот так вот так же они были так я рассказываю не хочешь участвовать Я теперь вольный, мой вольный, мой рассказ, как хочу, я расскажу, как пишу такие предыдущие на канале. Застоило это 45 евро счет. Длилась эта экскурсия с утра до вечера, помню, мы выехали, там чуть-чуть в ползвятого дома были, я не помню, в пять, в четыре, в полшестого мы были дома. Что мы, где мы были, я помню, мы были опять же на фабрике оливкового масла, уже на другой, мы были... Городок вот этот классный. А, городок был какой-то святого Николая, Николаус, шикарный, красивейший такой городочек, мы там погуляли, полазили, красивый город. Там мы посидели по мороженнику. Звалы, с которыми мы начинаем говорить по-невецки, а они переходят на русский какой-то совершенно советский. И потом мы поехали на пляж, там нас покормили какой-то шоурмой такой маленькой. Мы пошли на пляж, опять же, из всех, кто на пляж, только мы были и наши соседи постарались. И потом мы поехали или где-то в середине этой всей экскурсии на этот остров Спиналонго. Так его история такая, значит, там венецианцы, скажите мне кто это, в каком-то 1717 веке построили крепость, я так понимаю, для защиты, а защиты от пиратов, собственно говоря. Я не помню, кто именно были пиратами, но скорее всего, турки, видимо. И потом этот остров захватили хирики-османы. И вот он был османский прямо до 19-го, до 20-го века, я так понимаю. В 1903 году греки стали свозить в эту деревню, возле этого острова, людей, больных, проказывать, болезненные звезды. Да, проказывает? Нет. В общем, такая какая-то заразная, неизлечимая на то время болезнь, которую люди умерли. И турки испугались и убежали, и оставили этот остров. А прикол еще в том, вот интересный момент, я прочитал в Википедии, что когда османы захватили эту всю территорию, я так понимаю, всю Грецию и этот остров в том числе, то этот остров, это еще была не Греция, это Венесуэльцы были, это их название. То этот остров еще в глубоком тылу, получается, у османов еще 46 лет они там держали оборону. Только вдумайтесь, полвека они держали на этом острове оборону, то есть со всех сторон. У тебя противник, а ты полвека, причем воды на острове оборону. Как они доставляли туда воду? Просто круче. Удивительно. Вот, и значит, с 1903 года, в 1900, когда мы общаемся, это совсем недавно было. По-моему, 1959, 1959 год, там были люди больные проказы. Проказы были. По-моему, проказы были. Пока какой-то норвежец не изобрел лекарства от этого. И там прямо у них два кладбища, которые мы, кстати, к сожалению, не нашли. Где люди прямо жили там. Там у них было свое производство всего, там хлеба всего на свете. В общем, у них там было полное самообслуживание. Там они жили, умирали. Дети рождались, дети были здоровые. И то их у них забирали, отправляли куда-то в приют. Такая история. Прямо там половина всего оригинального сохранилась. Прямо с тех времен. Удивительно. Это остров Коклик. Самый настоящий. Прямо. И это было совсем-совсем недавно. 1959 года. Потом, когда последний житель там что-то уехал или был излечен, не знаю. Этот священник, который там была, церковь, священник, который там был. Он еще четыре года там жил. Потому что он не хотел оставлять кладбище, где его паства была похоронена. И я не знаю, что потом случилось. Он выморщили четыре года или уехал. Не знаю. В общем, этот остров был очень-очень интересный. Чувак пришел с шумами. С визитками шумами, друзья. Вот он ходит. Мы не верим. Он, по-моему, нас не читает за русский. Там он не подходит. Он подходит и, по-моему, вообще без акцента. Он даже, по-моему, не грек, а русский. Он подходит и спрашивает. Здравствуйте. Вы говорите по-русски? И дает визитку. Вот шубы. Приходите. Покупайте. Покупайте. Нас он пока обходит. Все время обходил. Он не похожий на русский. В общем, эта экскурсия была сногсшибательной. Этот остров прям удивительный. Единственное, что было очень мало времени. Нам дали. Там такая старая бабушка говорила по-немецки экскурсии. Я была там первые полчаса и потом типа полчаса вам полазить по острову без экскурсии на вольное хождение по острову. Это очень мало. Мы успели вокруг обойти. Мы не нашли кладбище. Мы не были на самом верху. Мы были там какой-то крепости. Зашли наверх. Можно было еще выше. Мы, в общем, много где не были. Просто тупо не успели. Очень мало времени дается, потому что там все бегом-бегом. Она, наверное, раз говорила, что там в день, летом, в сезон до трех-пяти тысяч посетителей за день. Только представьте. Вход стоит 8 евро. 5 тысяч посетителей в день. Поэтому там все быстро-быстро-быстро. Они на катерах привозят туда людей. Наш катер нас привез. Корабль прямо целый. Высадил. Отплыл. Другие катера причаивали. Потом он наш опять приплыл. Забрал нас. В общем, долгая история. Было просто сытно проверить. Все, друзья. Мы едем в аэропорт. Вот так на Смоле. Средиземное. Едем в аэропорт. А то всегда все наши путешествия, все видео заканчиваются на каком-то полном слое. Просто все. Что рассказываю, рассказываю. Цак, конец. Я хочу в этот раз изменить традиции и сделать более логичное завершение. Да, собственно говоря, этот трансфер забирает нас везет в аэропорт. Сейчас мы полетим домой. И собственно говоря, конец истории. Конец отпуска. Отпуск подошел к концу. Путешествие закончилось. Все куда-то заканчивается. И начинается что-то новое. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если такие были, лайкайте, комментируйте. Жмите на колокольчик, друзья. Все. Пока-пока. Мотивируйтесь и развивайтесь. Все. Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет, я шепотом разговариваю, потому что на часах 6.35 и это будет самая ранняя распаковка, которую я делал. Почему так рано? Потому что, друзья, мы вчера ночью в час ночи прилетели с отпуска. И я, разумеется, сегодня встал в 6.20 утра. В отпуске я всю неделю вставал в 8, ложился в 10. Вчера я лег в час ночи, проснулся в 6.20. Почему так происходит, я не знаю, друзья. Почему так рано еще? Потому что кофемашина разобрана, как вы видите, друзья. Вот она разобрана. И у меня вообще нет желания ее, во-первых, собирать. Во-вторых, это Ира ее разбирала. Я ее ни разу не разбирал. Но перед отъездом в отпуск разобрала и помыла ее полностью. Я дико сейчас хочу кофе, но у меня вообще нет желания ее собирать. Даже, скорее, нет желания вникать, как ее собирать. Потому что она ее разобрала просто по винтикам. Вон она вся пустая внутри стоит. А Ира спит. Короче, я решил сделать распаковку. В почтовом ящике вчера лежал конверт с дисками. Которые я заказал, купил накануне перед отпуском. Перед тем, как улетать в отпуск. И так как я всегда снимаю на камеру распаковку. А мне сейчас нужна камера. Сейчас раннее утро. Ира спит. Мне заняться нечем. Я хочу перекинуть с камеры все, что мы наснимали в отпуске. В общем, мне нужна камера. Плюс я хочу послушать потихонечку, пока все спят. Что мне там пришло. Что я купил. Хочу послушать компакт-диски. Короче, мне нужна камера. И я хочу перекинуть все файлы с отпуска на компьютер. И хочу это делать под музыку с новых компакт-диском. Да, в 6.30 утра, друзья. Я придурок. Короче говоря, поэтому я снимаю, чтобы быстренько снять на камеру это все дело. Распаковать. И у меня уже была свободна камера. И свободны мои компакт-диски, друзья. Вот так распаковка новых компакт-дисков, друзья. Нет, компакт-диски, конечно же, не новые. Компакт-диски бэушные. Но в офигенном состоянии. Меня просто вшокывает с этого состояния. Блин. Это пока что одно из лучших состояний, которые я покупал у компакт-дисков. Это у нас группа Omegadet. Диск просто новый. Какая-то маленькая вон там. Даже не царапина, это пыль. Новый, новый. Диск. Фирменный диск, друзья. О, класс. Сейчас. Самое то, что послушать. Что можно послушать в пол седьмого утра. Мегадет или сепультура. Так, сепультура выглядит не фирменной. Еще и в другую сторону лежит. Но тоже диск просто нулячий. В идеальном состоянии. Но не фирменный, к сожалению. В следующем обзоре я вам скажу, за сколько я их купил. И что это у нас за диски. Сепультура. Это вообще Maxi CD. Тут три песни всего. В очередной раз терпеть не могу Maxi CD. В очередной раз я их покупаю. Да, потому что не удосуживаю себя накануне перед подкупкой посмотреть подробно, что именно я покупаю. Продавцы, конечно же, дебилы не пишут это. Хотя должны писать. Те. Это была распаковка, друзья. Самая ранняя утренняя распаковка в 6.30 утра. Мегадет из Сепультура. Погнали. 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 Погнали.